Всем привет! Год начался, вместе с годом начался сезон забегов. В связи с этим появилась очевидная проблема, как выбрать из огромного множества того, что сейчас присутствует в нашем календаре. Давайте попробуем разобраться. Во-первых, планируя сезон, стоит подумать над тем, какие цели вы перед собой ставите. Хочется спортивных достижений? Постоять на тумбочке где-нибудь? Или хочется побольше богатых эмоций от тусовки, красивых медалек, маяча. У каждого свои цели нет хороших и плохих. Но планируя свой сезон, стоит понимать, чего именно вам хочется, чтобы эти цели друг с другом как-нибудь не конкурировали. Ну и как только вы определились со своими целями на сезон, встает следующий вопрос, как узнать, где какие забеги есть, как собрать тот массив, из которого предстоит выбирать. В идеале, конечно, хорошо бы представить себе некий единый ресурс, календарь, в котором расписаны все старты предстоящего сезона, когда он будет, где он будет, кто его организует, какая там дистанция, какой там перепад высот, характер покрытия, ожидаемая погода, не знаю, что это количество участников, не знаю, что еще. Одного такого ресурса нет. Есть календари, которые принадлежат разным организациям, разные люди их делают. Есть свой международный календарь у ИТРА, туда попадают некоторые российские старты. Есть свой календарь у российской ассоциации трейл раннинга, туда, понятно, попадают те старты, которые входят в систему ИТРА, кубка, они там обозначены. Если вам это интересно, выбирайте оттуда. Есть несколько таких агрегаторов стартов, которые основаны на целиком российских ресурсах. Наверное, самый старый исторический пробег Орг, относительно более молодой раша раннинг, есть свой календарь стартов у грома, вот громовские старты. Есть свой календарь стартов у московского марафона и привязанных к нему забегов. Если мы говорим о трейле, то, наверное, основными будут календари международной ИТРА и российской ассоциации трейл раннинга. У нас есть календарь. Теперь как оттуда выбирать? В календаре вы увидите, когда это будет, где это будет, ну, дистанция, перепад высот. Такая справочная информация. Чем еще стоит поинтересоваться? Здесь, к сожалению или к счастью, не обойтись без свидетельств очевидцев. И когда вы будете собирать свидетельства очевидцев, озаботьтесь тем, чтобы спросить у них не о том, что им очень понравилось, а о том, что им не понравилось. Человек, который финишировал в любом забеге, он в эйфории. Он мгновенно забывает о том, что туалетов на старте не было, а от финиша до туалета надо было идти полкилометра, а воды на пунктах питания не хватило и кормили там плохо, а автобус от финиша до точки старта ходил раз в полтора часа, и эти полтора часа приходилось ждать на морозе, что угодно еще. Счастливый финишер об этом забыл на следующий день. Поспрашивайте, что не понравилось. Может быть, там окажется что-то, что для вас окажется значимым. И вы решите, давайте в следующий раз, когда эти недостатки исправятся. Иногда так бывает, что недостатки кочуют от старта к старту, вот они сопровождают эту команду организаторов, это такая горькая правда жизни. В свое время в одном из подмосковных городов проходило много беговых стартов, у них у всех была одна и та же беда, они никогда не начинались вовремя. 20-минутная задержка была невероятным достижением, а так люди по 40 минут ждали, независимо от сезона. Ну вот, нашли календари, повыбирали себе, что было бы интересно, поспрашивали очевидцев, поискали отчеты. Человек, который пробежал, он же пишет и выкладывает фотографии, ему потом это комментируют, и это выливается в обсуждение, там много чего можно почерпнуть. И хорошего, и не очень хорошего. Выбирайте, что для вас значимо. Насколько вам важен комфорт на старте и на финише. Хочется ли вам, чтобы трасса была маркирована, или бог с ней с разметкой и добавить петельку километров на 20, потому что разметка куда-то девалась, это приключение, почему бы нет. Тут у каждого свои представления, да? Я бы где-то в приоритетах держал соображение безопасности. Ладно, вы окажетесь без разметки в подмосковном парке, а оказаться без разметки в реальных горах, а у вас в голове карты нету, а с собой на бумаге у вас ее тоже нету. И ладно, если есть покрытие сети, вы можете позвонить по телефону экстренной помощи. Оно как сети нету. В общем, подумайте, да, какие приключения вам бы хотелось собрать на свою душу и тело, а каких лучше избежать. Ну вот, по таким критериям найдите для себя старты, которые вам интересны, поставьте их себе в календарь. Убедитесь, что эти старты разнесены на достаточное время, чтобы они друг с другом не соперничали, не конкурировали, особенно если речь идет о спортивных достижениях, чтобы выложившись на одном, не приходить полумертвым на другой. Есть мой опыт, я не уверен, что он однозначно применим для всех, но у меня складывается такой способ формирования календаря, задом наперед. То есть сначала я нахожу для себя тот забег, который для меня будет главным в сезоне. Вот планировал этот сезон я в конце прошлого года, и я для себя тогда решил, что у меня уже есть опыт стомильника, я пробежал 165 в Монтре, я хочу попробовать UTMB, я хочу попробовать вокруг Монблана, 173 километра, эти 10 тысяч перепаду, должен справиться. Поэтому в начале декабря, как только открылась заявочная кампания, я заявку подал, дальше терпеливо ждал, надеясь, что мне выпадет удача в лотерее, а не выпало. Поэтому я поискал, что еще есть из стомильников, нашел себе стомильник, в конце июля он у меня в календаре стоит. Это главный старт сезона. Это то, к чему я буду идти, вот январь, февраль, все эти месяцы я буду двигаться туда, к этой цели. А дальше раскладываются промежуточные старты. Что-то надо сбегать в мае, где-то надо отработать в июне, примерно по месяцу между большими стартами, как раз для того, чтобы успеть восстановиться и немножечко набрать формы, собрать какую-то суперкомпенсацию, лучше выйти на следующий старт. Так вот до пика сезона, главный забег конец июля, но это не значит, что сезон кончается. На спаде тоже можно себе что-то планировать, почему не получить это удовольствие. Есть очень красивые, прекрасно организованные старты, которые делаются осенью. И в начале зимы, и в декабре продолжаются старты, и под самый Новый год люди бегают. Ну уже не говоря о том, что люди бегают 1 января, как правильно говорит мой товарищ по беговому клубу, придай смысл самому бестолковому дню в году. Что еще может оказать влияние на выбор стартов ближнего сезона? Есть организации, одна большая международная ассоциация трейл-ранинга, и недавно возникшая российская организация, которая сейчас вошла в структуру Российской Федерации Легкой Атлетики, и мы с вами теперь оказывается тоже легкоатлеты, живем под эгидой Всероссийской Федерации. Ну, говорим о Российской Ассоциации Трейл Ранинга. Есть забеги, которые вошли в систему РТРА, которые следуют правилам, которые РТРА на ходу формирует. Организация совсем молодая, нельзя сказать, что там что-то уже так вот отлито в граните. Тем не менее, она есть, и есть какая-то система, по которой они определяют забеги, которые входят в систему, не входят в систему. Есть даже целый кубок, и люди, озабоченные спортивными достижениями, могут поучаствовать в этом кубке, набрать как можно больше очков. Если речь идет о международной организации, есть замечательный инструмент, позволяющий оценить свои возможности в разных забегах. Международная ассоциация трейл-ранинга по каждому атлету, который входит в систему, который там зарегистрировался и заплатил, не бог весть, какую годовую плату, 5, что ли, евро сейчас, организация считает его индивидуальный показатель, так называемый перформанс индекс. Этот показатель отражает результат атлета по ходу спортивного мероприятия. Чем быстрее пробежал, тем выше индекс. Зависит он от двух основных факторов. Время преодоления дистанции и продолжительность дистанции, соотнесенная с совокупным набором высоты, перепадом высот на этой дистанции. Люди с очень высоким показателем перформанс индекс на больших международных стартах могут рассчитывать на регистрацию без лотереи. Например, на 173 километра вокруг Монт-Лана. Большинству из нас это не грозит. Тем не менее, если вы знаете, что вы сбегали, ну, не знаю, Ла-Санта-Лион, начало декабря, 72 километра, 1800 метров набора. Вот вы его сбегали с каким-то результатом, получили за это. Недели через 4 вы узнаете, что вы набрали на этом старте 550 очков, баллов, перформанс индекс. Можете понять, как вы будете выглядеть на каких-то других забегах. Заходите в протокол, находите людей с похожим перформанс индексом, и вы понимаете, на какое время вы можете там рассчитывать. Инструмент довольно полезный, потому что он позволяет отнести результаты, показанные на разных дистанциях, в разное время. Довольно удобная вещь. Если вам это интересно. Если нет, смотрите, что вам интересно. Интересно посмотреть красивые места. Пожалуйста, смотрите, находите эти забеги. Интересно собраться тусовкой. Тогда ищите какой-то выигрыш по логистике. У каждого свои причины. Участвовать или не участвовать в тех или иных забегах. И если вы уже для себя решили, что вам нужны вот этот старт, и вот этот, и вот этот, и вы знаете, когда там открывается регистрация, ради бога, не тяните. Сделайте это сразу. По нескольким причинам. Во-первых, очень часто случается, что места на хороший старт, на хороший забег, разлетаются в первые дни, а то и часы. Ну, большие старты, на которые есть очень высокий спрос, они вынуждены делать лотерею. Есть какой-то период такой предзаявочный. Оставил свои данные, заплатил небольшой депозит, и дальше ждешь лотереи. Выпадет, не выпадет. Старты, у которых лотереи нету, там места просто могут кончиться. И надеяться, что вот я там за пару недель успею, не всегда там будут свободные слоты. Придется искать, перекупать с рук, можно ли это сделать, работает ли процедура трансфера, корректная ли она, вопрос открытый. Знаете, куда собираетесь бежать? Регистрируйтесь. Зарегистрировались? Ищите билеты и берите их. Как правило, сильно заранее билеты брать выгоднее. Ну и если это где-то далеко, сразу начинаете думать о размещении. В одиночку, искать себе компанию, гостиницы, хостелы, кемпинги, палаточка, что угодно еще. Таким образом, у вас будут еще и обязательства перед собой, да? Деньги потрачены, время вложено, никуда не денешься, надо тренироваться, готовиться, уже идти к этой цели. Иначе она может остаться прекраснодушным мечтанием, маниловщиной. Когда план сформирован, и он занесен в ваш календарь, ну дальше надо думать о том, как тренироваться, составлять план тренировок, уже выходить на улицу, начинать бегать, пожалуй, так. Давайте теперь посмотрим немножечко в деталях. Так, если говорить о большом беговом сезоне, который предстоит каждому из нас. Старты начинаются вот прямо уже сейчас, по-моему, первый прошел в прошедшие выходные, или уже что-то было раньше. Сейчас выбор огромный. С чего начать? К чему стремиться? Вроде из очевидной логики понятно, что самый большой старт сезона, самая тяжелая нагрузка, самый хороший спортивный результат должны быть где-то не в самом начале. Ну, просто потому, что иначе не хватит времени нормально подготовиться. Отдайте себе достаточно времени на подготовку. Особенно, если вас привлекают длинные забеги, больше 50 километров, со временем преодоления больше 5-6 часов, оставьте себе время на то, чтобы нормально подготовиться. Если вы закладываете большой старт где-нибудь, в конце июля, или в конце августа, и это будет, не знаю, 100, 120, 150 километров, или ваши первые 50, что тоже не меньшее достижение, закладывайте себе время. А что делать все это время, пока не наступит вот тот самый день, когда вы побежите свой основной старт сезона? Можно бегать какие-то промежуточные. И они должны логично заканчиваться основным стартом. Начинаете с простенького, удлиняете, усложняете, оставляете достаточно времени на отдых, восстановление, подготовку, тренировку к следующему старту. Ну, вроде складывается. Сколько времени нужно на то, чтобы восстановиться после большого забега, на котором вы выложились, или почти выложились. Ну, никак не меньше двух недель уйдет. А после этого еще надо какое-то время отдать на подготовку к следующему старту. Один вариант. Или другой вариант. Вы заставляете себе весь календарь стартами. Но тогда надо для себя четко понимать, где вы с кем-то соревнуетесь, с собой соревнуетесь, с кем-то, стремитесь занять место получше в протоколе, выложиться. А какие старты у вас оказываются такими? Тренировочными. Мне все равно по плану, надо три часа отстоять на ногах, вот пробежать. Есть возможность сделать это в рамках мероприятия. Ну, приехать, потусоваться, встретиться с друзьями, заодно пробежать, заодно у меня будет хорошая тренировка. И эти вот подводящие, проходящие старты можно вполне планировать в разных режимах. Где-то выкладываться, где-то работать в тренировочном режиме, а где-то вы будете смеяться, отдыхать. Вот приехать туда, встать на стартовую линию, взять кого-нибудь, кого вы заведомо легко проведете по этой дистанции, покажется товарищу, как это надо делать. Тоже вариант, тоже работает. Заодно сдерживает порывы, потому что у многих настроение, которое существует перед забегом, в корне меняется со стартовым выстрелом. А-а-а, погнали! И уже забыл о том, что хотел бежать, это как тренировку. И уже забыл о том, что не надо поднимать пульс выше 150. 180, лактат зашкаливает, кефир из ушей, частое глубокое шумное дыхание. Прибежал. Может быть, даже место занял. Тренировочный план, правда, при этом немножко поломался, потому что человек выпал из нормальной работы на пару недель. Что случится дальше, одному богу известно. Еще одно соображение по поводу вот этих промежуточных подводящих стартов. Вряд ли есть чего хуже, чем вот на таком малозначащем мероприятии получить травму. Пожалуйста, думайте об этом, когда планируете. Если вы хотите соревноваться на каком-то из промежуточных забегов, это можно делать, но всегда держите в голове, что впереди главное. Вот там надо будет выкладываться. Вот там можно будет позволить себе добегать с болью, с травмой, с битым коленом. А на промежуточных не надо. Случается всякое. Исходы случаются у всех. Я не знаю ни одного человека, который бегал бы много и при этом ни разу не сходил. И в этом нет ничего страшного. Лучше сберечь себя для следующего раза, для основной гонки, чем убиться на каком-то малозначащем забеге. В общем, план тренировок строится так же, как всегда, постепенно, оставляя себе время на отдых, восстановление, понимая, какие качества вам надо развивать, какими средствами вы это будете делать, нужен ли вам длинный плоский бег, или вам надо набирать много рельефа, в какой мере надо заниматься совершенствованием техники, хватает ли вам силовой подготовки, не знаю, чего еще. Наверное, знаю, чего еще. Многие старты проходят в горах. И к забегам в горах есть смысл готовиться в горах. Стало быть, надо ли вот в этот план подготовки включать какие-то сборы в горах. Ну, время проведенное там, на высоте, на реальном рельефе, с реальным покрытием, с камнями, корнями, с сыпухой, вот со всеми этими удовольствиями, которые ждут на настоящем горном забеге, да, на большом трейле. Вот вкратце, о чем можно было бы подумать, планируя свой сезон. Я думаю, что многое делается понятным по ходу исполнения. Ну, и всегда есть возможность задать вопрос людям, которые в этом понимают, у которых есть опыт. Сейчас возможности общения огромные, тусовка разрастается. Не стесняйтесь спрашивать, задавайте вопросы, вам всегда с радостью ответим. Спасибо. Александр, у меня осталось к вам еще несколько вопросов. Скажите, а что делать, например, если человек запланировал себе календарь, когда он собирается пробежать там, например, какой-либо старт, тренировки рассчитал, и так получается, что, например, он заболел, вот, и выпал, скажем, из процесса на неделю, две, или, что еще хуже, там, на три недели. Ой, ну, однозначного ответа да, или, понятно, что, либо бежать, либо не бежать. Угу. Да? А нету однозначного ответа. Варианты такие, либо на все плевать и бежишь, угу, надо задуматься, во что это может вылиться. Да, если этот насморк, который пройдет при лечении за неделю обезлечения через семь дней, и бог с ним, пробежишь, все хорошо. Угу. Есть, однако, риск, что эта болезнь, дополнительная физическая нагрузка в околопредельном режиме, может вызвать совсем нехорошее осложнение. Прецеденты были. Угу. А, года два, что ли, назад Юля Байкова так влетела. Она стартовала, не до конца выйдя из банальной просуды, там грипп был, получила тяжелейшее осложнение, валялась в реанимации, ее там всем миром за нее молились. Слава Богу, все хорошо, бегает, но такое может быть. Что часто приходится делать, окей, планировал бежать, на все деньги, заболел, но вроде как живой. Не соревнуйся. Пойди, получи удовольствие. Пробеги в тренировочном режиме, любуйся красотами, фотографируй, у тебя зато лента будет в Фейсбуке покрасивее. А то этот сбегал в тоннеле, ничего не видел, кроме тропы и пяток впереди бегущего, которого удалось обогнать перед самым финишем. Ну, ты же этого в ленту не положишь. Надо искать какие-то выходы. Ну, что-то вот такое. Когда меня спрашивают, ну, вот люди, с которыми я работаю, когда меня спрашивают, я, честно говоря, сторонник консервативного подхода. Да, жизнь долгая, стартов еще много. Нет, на мой взгляд, нет смысла рисковать. Мы и так слишком много рискуем в своей жизни. Ну, вот, что-то такое. А, как-то влияет на принятие решения длина дистанции? То есть, например, если в календаре стояло, скажем так, ну, вот приболел на неделю, а в календаре стояло 10 километров или, например, 100 километров. Ты вроде как здоровый, то есть, например, понятно, что 100 километров, наверное, это не совсем правильное решение бежать, а вот 10, например, километров или 40. То есть, где эта дистанция начинается, с которой лучше не бежать? Она у каждого своя. В общем, как правильно говорят, убивает не дистанция, убивает темп на этой дистанции. Можно придумать себе состояние, в котором нету возможности даже десятку пробежать, но тогда это больной-больной, 39, вот с такой головой, с колотящим кашлем. Понятно, что надо валяться дома, пить 6 стаканов водки и ни в коем случае никуда не стартовать. А если немножко потемпературил, там, 2-3 дня, ну, хорошо, не надо соревноваться. Ну, я не знаю, ни оснований не выйти, не подышать, посмотреть на людей. Только заразу не надо распространять, да? Понятно, что... Бежать с марлевой повязочкой? Или вообще этого не делать. Надо с той же марлевой повязочкой отойди в сторонку, поработай волонтером где-нибудь на задней линии, да? Тоже вариант. Поехать? Поехать. Ну, только что не бегать, а где-то там поработать. Ну, одеться по погоде, что-то такое. А с большими забегами, с нагрузками, которые продолжаются больше 3-4-5 часов, надо быть осторожным, потому что это длинная нагрузка. Она может оказать серьезное влияние. Тут вот в болезненном состоянии лучше не рисковать. Опять-таки, я сторонник консервативного подхода. То есть, такая нагрузка может даже побочные эффекты вызвать? Ну, могут быть осложнения. Он не очень тяжелый, этот инфекционный процесс. Но в совокупности с тяжелой нагрузкой может быть нехорошо. И еще такой вопрос. Понятно, что у мужчины и женщины отличаются все-таки по физиологии. Я даже знаю, чем. Да, я как девушка хотела бы задать именно этот вопрос, потому что у мужчин есть календарь, наверное, свой, это там корпоратив, праздник, там, и так далее, на который, скажем так, идет определенное празднование. А вот у девушек же, наоборот, есть свой личный календарь. Да. Слушайте, если вы этот свой, если вы этот свой личный календарь знаете, то когда планируете себе старты, озаботьтесь их посовмещать, посмотреть, да, и если вы понимаете, что какой-то из этих календарей может подвинуться на 3-4-5 дней, и об этом тоже подумайте. А вот такой вопрос, например, если есть целевой старт, который ты очень хочешь пробежать, например, И он попадает ровно, вот, Марафон, да, вот такой вопрос, вот, да, если он попадает, и вообще, есть же начало этого периода, середина и конец, в какой, например, из этого промежутка можно бежать, который не стоит. И тут нет, нет однозначного ответа, потому что, как говорит опыт профессионального спорта, они вообще в гробу видали этот свой календарь. Это во-первых. Во-вторых, на сегодняшний день вот этот самый ваш личный календарь, он более-менее управляемый, и его можно подвинуть на пару дней туда-сюда. Это какие места? поговорить об этом со своим доктором, поговорить. и действительно, есть, и вот среди моих подопечных, есть девушки, у которых три дня вылетели насмерть, вот их нету. У меня всегда одна забота, если ты знаешь, что у тебя это случится, а заботиться, пожалуйста, тем, чтобы мы на эти дни не планировали тяжелых тренировок. Я подстрою этот план, или там, вы себе подстройте этот план, но чтобы сегодня на завтра не случилось, что ой, а я не смогу. То есть, получается, например, тренировки лучше планировать, ну, учитывать эти начала, скажем так? Лучше, лучше учитывать. Лучше учитывать. Обычно пиковые нагрузки на первые дни лучше не ставят. Не кладут, да. Традиционно так. Хотя, опять-таки, в профессиональном спорте бывает. Ну, мы говорим, наверное, здесь все-таки непопрессиональные, Большинство старается действительно избегать пиковых нагрузок. так традиционно повелось. Но если вдруг выпал целевой старт, то в принципе можно. Так? Или стоит наоборот? Либо подвинуть. Это технически осуществимо. Поговорите об этом со своим доктором. Не мне вам советы давать. Либо поменять категорию этого старта внутри себя, это будет тренировка или на все деньги. Если вы понимаете, что он для вас главный и это на все деньги, думайте, что с этим делать. Решения существуют, они находятся. Единственное, что об этом надо заботиться заранее. Ну, опять же, как с планированием календаря. Как любое планирование. Чем раньше вы начтете, тем надежнее у вас будет решение. Вот так. Спасибо большое. Не за что обращайтесь.